Приветствую вас, и надо сказать, что то, что с вами происходит, ну, в данном случае, в вашем случае, это является абсолютно совершенно нормальным, потому что у своего отца и у всех родительских фигур со стороны мужчин, вы научились тому, что женщины достойны для того, чтобы их били, вот, а со стороны женщин вы, соответственно, видели, по сути, только провокацию, слабость, возможно, зависимость, лживость, возможно, непостоятельность, непостоянство, вот. И, естественно, такое мнение у вас о женщинах и сформировалось, вот. То есть, мне думается, что то, что с вами происходит, ваша ситуация, это нормально, потому что так вы проявляете свой опыт, который у вас имеется, вот. Правда, конечно, этот опыт не совсем ваш, надо сказать, я бы сказал, что этот опыт, скорее, ваших, ну, родителей, ваших близких, вот, а не ваш. И вы просто повторяете за ними модель поведения за отцом, за мамой. Вот, и вы находитесь во власти родительского сценария, вот. И сами, по сути, дел, просто его исполняете. Да? Да? То есть, ну, просто реализуете, просто реализуете сценарий свой, и все. Вот. Я думаю, что ваш сценарий можно назвать без ума, то есть, вам унущали постоянно, чтобы вы не думали. Вот. Ну и, соответственно, вот вы и не думаете. Тем не менее, данную ситуацию можно исправить. То есть, из сценария родительского можно выйти, вот. Ну, если у вас есть желание, кажется. Можно выйти из родительского сценария, можно освободиться от тех посылок, которые посылали и продолжают, в общем-то, посылать ваши родители вам. Вот. То есть, это сделать можно. Если вы будете работать психологом, потому что других вариантов на самом деле нет. То есть, вы сейчас просто будете накапливать свой негатив. Вот. Ну, который у вас имеется. Вы будете копить, 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 копить негатив. Пока надо просто это вот не вылиться. Действительно, у вас что-то такое нехорошее. Вот. Свои чувства нужно учиться реализовывать. Вот. Свои чувства нужно учиться выражать. В том числе выражать адекватно, правильно, в приемлемой форме, без блюдо другим. Вот. Но для этого нужны навыки. А навыки может обучить только психолог. Вот. Поэтому, соответственно, решать вам, конечно, но я думаю, что... Вариантов тут, на самом деле, на самом деле, немного. Вот. Если вы будете работать с психологом, то я полагаю, что и личная жизнь у вас наладится. Я полагаю, что и внутренняя жизнь ваша тоже станет гораздо лучше. Вот. И в целом вы обретете большую гармонию в себе. Вот. То есть, заметьте, что вы видите сейчас, да, вы сейчас, даже не задаете вопрос. То есть, просто, что это, нормально ли это, и так далее. Но вы же, вы же, наверное, понимаете, что не может быть такой вопрос. То есть, если вам скажут, что, ну да, это нормально, что вы делать-то будете. Понимаете? Вот. То есть, это всё нужно консолидировать. Дело не в том, нормально ли это или нет, а дело в том, что вы хотите, как вам это всё утрамбовать в себе. Чтобы это было, ну, адекватно для вас. Чтобы это было хорошо для вас. Чтобы это было комфортно для вас. Да. Удобно для вас. И так далее. Вот. Понимаете? Какая история. Вот это, вот это, мне кажется, очень важно. А иначе, в противном случае, просто-напросто, все отключено какого-либо смыслу. Вообще. То, что вы выдаёте. То есть, понятно, что у вас есть очень много внутренних проблем. Понятно, что у вас нет лишних границ. И понятно, что вы, как комок, комок такого, взятого напряжения. Что вы ото всех, по сути, ждёте какой-то, ну, какой-то агрессии, да. Какой-то угрозы и так далее. Вот. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Но, тем не менее, мир это не столько агрессия. Понимаете? Мир это не только агрессия. Мир это ещё и хороший момент. Но, хороший момент нужно принять. Понимаете? А если вы, хорошие моменты, не принимаете, да. Если вы хорошие моменты не принимаете, то, как вы можете быть счастливым? Вот. Так что, я думаю, что первым шагом к тому, чтобы вам обрести гармонию в себе, нужно, вот, соответственно, работать с лишними границами. Это, на мой взгляд, самое для вас сейчас главное. Личные, личные границы, это то, что ромает у вас меньше всего, больше всего. Вот. А дальше, дальше, я думаю, когнитивные навыки нужно развивать. Вот. Ну, я так думаю. Я так думаю. Мне кажется, это... Кхм. Самое главное. Для вас. Кхм. Сейчас. Вот так. Так что... Думайте. Смотрите. Анализируйте. Вот. Может быть... Вам ответят. еще и... Другие. Коллеги, вы сможете посмотреть их, значит, мнение. Вот. Ну, я думаю, что... все будет сводиться к одному. По-вашему, вот, даже... Тексту. Да. По-вашему тексту. Да. Нельзя. Сказать. Однозначно. Что у вас за проблем. То-есть, вы... Как бы, оно... Слишком... Быстро... Слишком... Сбивчиво написать. Слишком быстро перескакивали. С одного на другого. Вот. Поэтому мне кажется, что... В первую очередь, ну... Рассмотреть каждый аспект. Проблем. Структурировать проблемы ваши. Вот. А дальше уже можно будет смотреть, как и что делать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, а пусть, пусть он, мой ответ станет первым шагом вашим на пути к решению ваших сложностей, ваших проблем. Ну, а мы с твоей стороны готовы будем вам помочь всегда, всегда всем, чем можно. Обращайтесь, на этом у меня всё. Надеюсь, что вы сделали для себя правильные выводы. Вот. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, будем благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.